Всем привет! Давненько не виделись. Иду на почту получать посылку с интересным гаджетом. Будет самая первая распаковка на российском ютубе. Будет интересно. Поехали! Для вас секунда, а для меня почти полдня. Меня успел ударить током, я успел сходить на почту. В общем, распаковка вот такой вот посылки. Из Китая 2,5 недели. И здесь должна быть уникальная камера 360 градусов. Почему уникальная? Потому что производитель нам обещает, первое, 9-осевую стабилизацию, 3К видео, 4К фото. Все это в компактном корпусе. При этом стриминг на все социальные сети, которые возможны. YouTube, Instagram и так далее. В общем, какой-то должен быть годный продукт. Итак, давайте посмотрим, что внутри этой упаковки. Разворачиваю. Оп-оп-оп. Оп-оп. Еще что-то. Здесь не просто. Здесь какой-то подарочек. Ой, еще подарочек. Прикольно. В общем, коробка пустая. Два подарка. Коробочку в сторону, потом обязательно подберу. Вау! Еще есть вот... Ну, нифига себе. В общем, друзья, внутри упаковки лежало несколько сразу предметов. Во-первых, это вот такая вот фирменная тряпочка. В-третьих, вот такой вот фирменный чехол. Написано Wonder 360. Нам говорит о том, что у нас камера внутри с 360 градусов. И вот такой вот замечательный гибкий алюминиевый, скорее всего, железный, может быть, нержавейка, штатив для того, чтобы это можно было носить вот так вот на руке или куда-то крепить. Ну и, собственно, здесь у нас сама камера. Она упакована в транспортировочную пленку. Никаких претензий по доставке нет. Поэтому в этом плане можете не переживать, если будете заказывать. Прям вообще. В общем, полностью в заводской упаковке. Вообще, я зашел на сайт. Такое впечатление, что такие камеры могут... Ну, такой продукт может попасть, допустим, в тот же Apple Store. И их могут продавать, допустим, наравне с DJI. То есть, вы понимаете, да? В Apple Store не только техника от компании Apple продается, но еще и от партнеров. И вот такая вот камера, она будет, ну, очень хорошо и гармонично смотреться. Полностью упаковка в блистере. Ее еще никто не трогал, не разворачивал, не смотрел. Мы будем с вами первые на русском языке. Прямо вот так вот, варварскими движениями. Здесь на коробке указаны все спецификации, все плюсы и минусы данной камеры. И, собственно, если честно, то упаковка, она просто премиум. Прямо, премиумом за премиум. Прямо, прям суперская. Wander 360, модель C1. Открывается следующим образом. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И внутри у нас вот эта вот малышка. Она действительно такая миниатюрная, что, если честно, на сайте, то есть, ну, на картинках вживую она смотрится намного-намного больше. Прямо посмотрите, ну, на самом деле, совсем-совсем миниатюрная. Коробка очень качественно сделана. Коробочка чуть-чуть в сторонку. Собственно, саму камеру мы достаем, и в руках она смотрится следующим образом. Вообще она легкая, при этом качество самого пластика, это такой, знаете, матовый. Здесь очень много органов управления. Первая это кнопка, скорее всего, записи туда-сюда. Кнопка включения-выключения, она же назад. Кнопка меню. Специальный раздел для того, чтобы вы смогли вставить карточку памяти. Одна четвертая или одна вторая резьба на ваш штативчик. В общем, стандартная. То есть, она с двух сторон заклеена транспортировочным специальным скотчем. Выглядит, если честно, очень-очень премиально. Прям круто. Еще одной отличительной возможностью данной камеры, особенностью, является вот такой вот маленький жидкокристаллический дисплей. На нем вы можете смотреть, в каком режиме вы непосредственно находитесь, в каком режиме производится съемка. Есть еще микрофон, я как понимаю, клавиша соединения по Wi-Fi. В общем, друзья, на самом деле выглядит, ну, без всякого вот придумывания, выглядит очень-очень круто. Давно хотел потестировать что-то наподобие этого, потому что обычные экшн-камеры, они уже всем известны. И практически все все о них знают. Но хорошие, достойные камеры именно 360 градусов за недорогие деньги я до сих пор, скажем так, не встречал. Помимо этого, в комплекте у нас вот такой вот уплотнитель. Здесь силикогель, его тоже пока в сторонку. Здесь у нас еще несколько конвертов. Здесь внутри этого юзер-мануал, я с ним ознакомлюсь. Ну и последнее, что находится у нас в коробке, коробка тоже пока в сторонку. Обязательно все поднимем, потому что я снимаю на улице, для того, чтобы не было скучной картинки дома. Здесь у нас, собственно, находится кабель в обычном пакете. Это выдает, наверное, китайское происхождение самого гаджета. Значит, у нас здесь microUSB, на USB белый стандартный провод, который есть, наверное, у каждого. Ну вот такой вот переходничок на 3,5, для того, чтобы, скорее всего, вы могли подключать какую-то внешнюю периферию в виде внешнего микрофона. Обязательно надо изучить в инструкции, возможно ли такая система здесь. Ну, скорее всего, да. И это очень хорошо для того, чтобы вы могли транслировать картинку 360 градусов. Это просто супер круто. Ну и фирменная вот такая вот штучка в виде, ну, для того, чтобы вы могли зацепить и на руке носить. Круто! На самом деле комплектация более чем достойная. Давайте еще посмотрим, что находится под вот этой заглушечкой. Я надеюсь, да, она снимается, при этом остается держаться на корпусе. Да, как я и говорил, для того, чтобы заряжать и слот для карты памяти. Ну, друзья, на самом деле очень все симпатично смотрится. Камера 360 градусов. Я держал в руках, но не пользовался Samsung Gear 360 и первого, и второго поколения. Но вот эта вот камера на самом деле очень-очень компактная. Я думаю, что она должна выполнять свой функционал и очень-очень хорошо. Давайте посмотрим, включим, включается ли она. Да, она включается. На экранчике у нас надпись Hello. No SD-карт показывает заряд аккумулятора, показывает, в каком режиме мы находимся. Я думаю, что здесь можно пройти в меню, режим фото. Но, в общем, надо поставить карточку памяти, и уже тогда будет понятно, как ей дальше пользоваться. В общем, друзья, надо разбираться, потому что это в первую очередь распаковка, первый взгляд, мои первые эмоции. Мне очень внешне это все нравится. Посмотрим, как это все будет происходить, какие результаты она будет давать. Приятно, что положили подарочки в виде аксессуаров. Я думаю, вы поняли, да, что у камеры есть приложение. С помощью этого приложения можно производить определенные настройки. С помощью этого приложения можно стримить в ваши социальные сети. И вы должны это понимать. И непосредственно, если приобретете, то скачать приложение. Хотя на коробке очень много надписей, что типа, чувак, установи приложение, управляй мою. Цена меньше 10 тысяч рублей. Я думаю, что это будет, наверное, актуально. Ссылочку оставлю в описании, поэтому пройдите, вы поможете тем самым мне. Ознакомьтесь. Если вдруг понравится, соответственно, приобретете. По внешнему виду сказал, буду тестировать функционал. Пока вы знаете, что чувствую? Небольшой такой нагрев. Ну, скорее всего, не знаю, по какой причине. Может быть, первое включение. В общем, компактное устройство, которое позволяет вам стримить 360 градусов, снимать видосики, снимать фотографии. Всеми известные фотографии. Я якобы на маленькой планете или, допустим, какой-то объект на маленькой планете. Все здесь это можно будет делать, сделать. Ну и непосредственно ждите видосиков про эту камеру. Вот, собственно, как-то так. Так, посмотрите, 360 градусов, где я нахожусь. На самом деле, это прикольно. Снимаю параллельно на ту и на эту камеру. Это была распаковка Wander 360 C1. Модель новая. Я думаю, что это новинка. Новая камера от китайцев в содружестве с европейцами. Подача, на самом деле, американская. Она постоянно включается. Нажимаешь на кнопку, нечаянно она включается. В общем, внешний вид у камеры такой. Он, на самом деле, мне очень понравился. В-третьих, подача просто превосходная. В-четвертых, комплектация отличная. В-пятых, есть подарки. В-шестых, конкурентоспособная цена. Будем смотреть на качество. Я не знаю, если получится, то прямо сейчас посмотрим. Вот, прям вот я вот так вот сделал. Соответственно, должно после этого произойти какая-то вставка или не вставка видеофрагментов 360 градусов. Но это заморачиваться, надо отдельное видео писать. В общем, скорее всего, этого не произойдет, а будет в следующем видосе, который выйдет, скорее всего, на очень интересном, интересном ресурсе или источнике. Вам такая вот небольшая затравочка для того, чтобы у вас был стимул подписаться, был стимул поставить лайк, был стимул просто расшарить друзьями и написать в комментариях, что вы супергерой, ведь лето только начинается. Интересные гаджеты, в том числе и летние, будут на канале Gadgetmania. Большое спасибо, что досмотрели до этого момента. Обязательно все сделайте приблуды ютюбовские. Пишите свое мнение в комментариях, потому что мне очень интересно знать, считаете ли вы, что такие продукты будут, скажем так, востребованы потребителем. Мне кажется, вот мне лично такая камера нужна, потому что, во-первых, ну это что-то новое, прикольное. Действительно можно поиграться, действительно можно создать какие-то творческие проекты, мысли. Ну и это действительно что-то необычное. Совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok